Первый симпозиум состоялся в 80-м году в Австрии, затем отметился во всех крупнейших европейских футбольных странах. Встречу делегатов стран Альянса и других конфедераций Россия принимает впервые и, что немаловажно, в Сочи, в период подготовки к матчам Чемпионата мира по футболу. Уже на нашей инфраструктуре будут делать определенные выводы, как тренировать, как улучшить работу в тренингском направлении. Безусловно, нашей сборной страны необходимо это. Ну и, конечно, нашему городу Сочи. Пока у Сочи нет сборной команды по футболу, но работа в этом направлении ведется активная. Впрочем, и основные темы симпозиума направлены на формирование активного состава футболистов в клубах и национальных ассоциациях. И эта работа, естественно, зависит от множества факторов – от опыта и идей тренерского состава, политики клуба до техники игры. В этом году мы говорим о пути современного футбола. И здесь важно развитие тренерской профессии, которая требует идти в ногу со временем. Тренер должен иметь высокий уровень образования, при этом саморазвиваться, работать много, эффективно и, как говорится, с огоньком. В России хорошая тренерская школа, наследница советской, оставившей в истории развития серьезный след. Но сейчас игроки не всегда радуют болельщиков. Тем не менее, нашей сборной удалось в этом году выйти на чемпионат Европы. Длительный период времени в рамках Российского футбольного союза никто практически не занимался развитием. Самым основным направлением деятельности федерации – это развитие футбола. И плюс, конечно, это институт сборных команд. Но для того, чтобы институт сборных команд работал динамично и грамотно, нужен приток свежих сил. Обсуждать возможность будущих успехов мирового футбола, приоритетные задачи по развитию качества игры, а также делиться опытом, участники симпозиума будут на протяжении двух дней. Помимо деловой программы, футбольные тренеры совершат экскурсию в Олимпийский парк, где сейчас ведется активная работа по переоборудованию стадиона «Фиш» для встречи в Мундиале.